МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рамиль Шайдуллин. Свободное посещение. Из 140 детей сегодня пришли 60 детей. Кого Буран оставил дома, а кому сорвал крышу? Лена Зинатулина. У природы есть плохая погода. Рекорд за последние 140 лет от выпадения снега. Является ли метель в Казани следствием глобального потепления? Альбина Слагараева. Кого расселили и кто еще на очереди? Понимаем, как непросто переселяться людям. О программе переселения из ветхого жилья. Анна Городнова. Снесены крыши, отложены авиарейсы, междугородние перевозки, отменены уроки в школах и занятия в детсадах. А 50 населенных пунктов остались без света. Снежный циклон принес коллапс. В Татарстане режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. А в Казани план Буран. В городе девятибальные пробки и сотни авто под снегом. Преимущество общественного транспорта. Рамиль Шайдулин о погодном апокалипсисе. Копать или ждать, когда само оттает? Трехдневный снегапокалипсис задает новый тренд. Водители сегодня идут пешком или пересаживаются на автобусы и метро. Откапывать долго и холодно. А смысла-то нет? Ключи дома оставил и Ильгизар Вахитов. Решил, что проще и быстрее до работы не на машине, а на метро. Сегодня же коллапс, как бы неожиданно. И я думаю, что зачем толпу создавать на дороге и выбрал транспорт общественный. Вот как утром в соцсетях выглядели станции площадь Тукая и Кремлевская. Сотни казанцев в очереди как в мавзолей. Так метель поменяла не только транспортные потоки. Возрос спрос на старые новые услуги. Такси стоят как новогодние, на буксир берут бесплатно. Только за утро Руслан Загидуллин помог троим. Поднохимиков на Беломорске особенно застревают. Вот такие большие грузы. И вот здесь на базе. Сергей Давыдов рад техпомощи. Вторые сутки дальнобойщик пытается добраться до Татарстана. Метель всегда была на полшага впереди. С самой Москвы. А вот так сегодня снегопад аукнулся городу. В половину девятого утра казанцы в девятибальных пробках. То самое время, когда даже если тысячи казанцев опоздают на работу, то все по одной причине. Проблемы с движением как машин, так и общественного транспорта. За сутки в Казани аварии на трамвайных путях и укороченные автобусные маршруты. Надо сказать, что и снегопад. Это из разряда раз в сто лет, как уже говорят. Мощнейший снегопад. Я думаю, мы как можно быстрее. И причины простые, все эти устранимые. Будет ходить общественный транспорт, как прежде. Метель не по зубам ни одному виду транспорта. На время для всех закрыты ледовые переправы Орыкчино, Верхний Услон, Зеленодольска, Нижние Визовые. Из Казани возвращают авиарейсы. Рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произвели посадку на запасных аэродромах. Были отменены рейсы в Франкфурт-на-Майне, Москву, Шереметьево и Домодедово. Ранее ночью был отменен рейс в Стамбул. Рейс за день живут. Еще никогда пассажиры так часто не вглядывались в табло. Аэропорт отменил 11 авиавылетов. Утренние планы смещаются на вечер. Из-за непогоды все планы изменились. Сидеть, куковать, пить кофе. Да, и смотреть на погоду, изменение погоды. Не по воздуху и не по суше метель сказалась на движении по федеральным трассам. Машины с трудом добираются до М7. Запущен строгий контроль на въезд в Казань. Что сказалось даже на челнах, где метели нет, но пробки уже с утра. Гаи, они разворачиваются просто, и все, и ничего, без объяснений. Тех, кто оказался в дорожном коллапсе, МЧС просит переждать пургу в пунктах обогрева. На дорогах республики 163 кафе. В них укрыться от метели могут порядка 3000 человек. Все пострадавшие в чрезвычайной ситуации могут к нам обратиться за питанием, за обогревом. С утра в столице введем план ГУРА. На улице почти 400 единиц техники. Вывоз снега, расширение дорог для общественного транспорта сложно, но выполнимо, говорит город. Мы первоочередно чистим центральные дороги. Второе – это остановочные площадки для того, чтобы можно было сесть на общественный транспорт. Заезды во дворы, дворовые территории и заезды на триквартальные проезды. Последствия снегопада будут устранять до ночи. Привлекут еще 300 снегоуборочных машин, так к ночной уборке их может стать свыше 600. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, Динара Камалова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Набережные Чулны. К 16.30 международный аэропорт Казань, аэропорты Бегишево и Бугульма возобновили работу в штатном режиме. Пассажирам отложенных рейсов предоставили горячее питание и помогли с размещением в гостинице. Суровая погода ставила за собой рухнувшие остановки, сорванные кровли и обесточенные районы. На учебный план наложился план «Буран». В татарстанских школах и детсадах сегодня свободное посещение. По нашей информации, в республике есть школы, где учебу отменили вовсе. Как оказалось, не зря. Кому отметили, снесло крышу, расскажет Лина Зинатулина. От снега и ветра никак не скрыться на остановке Дементьева. Конструкция сама не выдержала «Бурана» и теперь пассажиров общественного транспорта встречает рухнувший павильон. С остановкой, ну, я не знаю, надо что-то делать, ремонтировать, чтобы власти все это видели. Ремонтировать теперь придется и крытую велопарковку у энергоуниверситета, которую шквалистый ветер буквально обглодал. Благо покрытие обрушилось не на тротуар. Привкость принимать осторожности, конечно, никуда не денешься. Сегодняшний день можно принимать, как всякие на бедствия. Надо пониманием относиться. От упавших дорожных знаков до сорванных крыш. В Кукмаре ветром снесло 40 квадратных метров кровли с родильного корпуса ЦРБ. Обошлось без пострадавших. А вот без массовых повреждений электросетей день не прошел. По данным МЧС, уже на 10 утра обесточены были часть жителей сразу 11 районов республики. Это Кайбетский, Камско-Устинский, Деленодольский, Высокогорский, Пестричинский, Арский и другие. Произошло отключение электроэнергии в 72 населенных пунктах с населением более 15 тысяч человек. На проблемные участки отправили 36 бригад рабочих и столько же единиц техники. Под руководством круглосуточного штаба сетевой компании к 4 часам дня аварии были ликвидированы во всех районах. Одно стройное расстояние, дальше пишется в нужное число. День разгула стихии объявили в казанских школах днем свободного посещения. В первом А за партами расселись по одному, в классе меньше половины учеников. Только 13 из 28 первоклассников родители решились привезти в школу. У нас дети в основном живут далеко, поэтому отсутствующие именно по этой причине. И если с учетом старшеклассников, две трети учеников все же сегодня на уроках, в детсаду практически индивидуальные занятия. Из 23 малышей в группе только шестеро. Из 140 детей сегодня пришли 60 детей, но все равно садик работает, все готовы принять. В половине районов республики сегодня также полностью отменили выезд школьных автобусов. Режим свободного посещения объявлен на сутки. Завтра школьников ждет обычный учебный день, который, по прогнозам синоптиков, уже не принесет погодных сюрпризов. Лина Зинатульна, Рамзель Гарипов, Рамиль Гарифуллин, ТНВ, Казань, Тюльчинский район. В 17.30 в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС прошел оперативный штаб. Как здесь доложили, ситуация на дорогах из-за непогоды стабилизируется, существенных автомобильных заторов нет. На федеральных и республиканских трассах работают 761 единица снегоуборочной техники. Улицы Казани убирают 444 машины. По-прежнему на трассах в режиме полной готовности работают 163 стационарных пункта обогрева. Дороги, основные магистралы, они еще в проезжем состоянии, а вот уже малые такие улицы, да, они, может быть, не полностью очищены. Но работа идет. Вот по городу Казани, по докладам, на данный момент у нас более 400 единиц техники задействованы. С 19.00 заступает ночная смена. И уже, я думаю, что все-таки надеемся, что в течение этой ночи основные дороги, да, по которым ездят, будут убраны. У стихии уже есть жертвы. Под снежной лавиной в Чистопольском районе погиб 15-летний подросток. После школы он гулял с друзьями вдоль оврага, оступился и упал на дно. За ним снежный вал. Одноклассники смогли отыскать его под завалом, когда мальчик уже не дышал. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть. Следком начал доследственную проверку. Подросток, поднимаясь на гору, из-за этого поднятия произошел исход лавины. Поэтому это можно считать как несчастный случай. Но в настоящий момент производится проверка, опрашиваются жители села, опрашиваются родители и учителя в школе. В соцсетях нынешнюю погоду уже окрестили снегопадом века. Метель еще сутки назад, накрывшая Москву, добралась до нашей республики. Уже побит рекорд по количеству выпавших осадков. А сила ветра достигла штормовых показателей. Татарстан оказался в центре сразу двух циклонов – сибирского и балканского. Когда стихия отступит? Прогнозы и версии у Альбина Солгараевой. 140 лет Казань не видела такого снегопада. За ночь выпала месячная норма осадков. Такое же случалось в 45-м, 79-м и 90-х годах. Но даже тогда метель не была такой неожиданной и сильной. Мощный, обширный, а не циклон, так называемый сибиряк. Но синоптики знали, что метель с особой силой обрушится на Казани, западную часть республики. Около 30 сантиметров снега за ночь. Сила ветра 20 метров в секунду. Все это рекордные показатели. На карте видно, как территорию над республикой делят два циклона. Связано с выходом глубокого циклона на европейскую территорию России. С одной стороны, с другой стороны, значит, западная Сибирь и придурали во власти обширного и мощного циклона. Природные аномалии по всему миру. Так небывалое наводнение накрыло Францию. Такого стихийного бедствия здесь не видели никогда. В Таиланде неожиданно начался сезон дождей. Ростуризм обеспокоен. В Казахстане температура упала до минус 50. Животные на улицах погибли от резких заморозков, непривычных для Средней Азии. В Китае замерз 30-метровый водопад. Здесь также аномальные холода. Циклоны в Сатарстане – это тоже результат климатических изменений, говорят эксперты. Речь о том самом глобальном потеплении. В ретниках Антарктиды ученые нашли гигантскую трещину длиной в 112 километров. Это говорит о начале распада ледового массива и формировании мега-айсберга. Глобальное потепление климат продолжается. Это факт. Считается, что глобальное потепление опасно не только тем, что температуры растут. Это не страшно. Средняя температура. А тем, что учащаются экстремальные события. Есть во всех этих минусах и один плюс. Греет мысль о том, что уже завтра циклоны отступят окончательно. И больше их повторения синоптики не ожидают. Февраль будет в меру снежным и более теплым, чем обычно. Термометры в среднем опустятся до минус 9. Альбина Солгораева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Мы еще вернемся к теме погоды. А пока к другим новостям. На территории завода Казань-Орксинтез сегодня произошло возгорание. Видео сняли очевидцы. И соцсети весь день обсуждали это происшествие. Говоря о якобы масштабном пожаре, хлопках и утечке аммиака и ртути. Как нам пояснили, на предприятии здесь шли плановые работы. При проверке одного из аварийных клапанов произошла разгенетизация фланц-соединения на трубопроводе факельного газа. Произошло небольшое горение. В течение 15 минут пожарной части все было локализовано. Никакого ущерба предприятию нет. Цех был остановлен временно. Ростехнодзор пришел разбираться. Пострадавших нет. Пострадавших нет. Это подтвердило МЧС. Также оно подтвердило, что не было никакого выброса аммиака и ртути в атмосферу. Что касается хлопков, которые слышали очевидцы, этому тоже есть объяснение. Мы сегодня ежедневно получаем уведомление, когда на нашем казенном пороховом заводе происходят испытания. Сегодня тоже было уведомление, что будет энное количество испытаний у них. И это совпало, что в это время они испытывали свои пороха, были хлопки, и люди подумали, что что-то здесь случилось такое грандиозное. Это не так, я официально заявляю. Казанским аварийщикам, правда, пока только некоторым, возместят затраты на переселение по соципотеке. Таким образом, их уравняют в правах с теми, кто получил квартиры бесплатно. Напомним, аварийное жилье оценили в 11 тысяч за квадратный метр. Остальную часть жильцы оформили в социальную ипотеку. И теперь платят кредит. О программе переселения из аварийного жилья говорили сегодня на деловом понедельнике в мэрии. Кого уже переселили и сколько еще нужно расселить, расскажет Анна Городнова. Все засоренное, все ржавое, все дрянское. Дому на побежимого 62 года. Софья Яушева только и успевает латать дыры в коммунальной квартире. Пусть нам дают новые квартиры, а это пусть сломают. Дом в списке аварийных 2010 года. Но жильцы через суд доказали, статус получен незаслуженно. И добились того, что его вывели из программы. Собственники не согласились с условиями, на которых выгупали их квартиры. 11 тысяч за квадратный метр. Михаил Тютиков, многодетный отец, посчитал, что за новое жилье ему нужно было бы доплачивать 2,5 миллиона рублей. Он действительно старый, но мы гораздо лучше останемся здесь же, чем в долговую яму, по 3 миллиона каждый залезет. Выселяют на улицу, выбрасывают нас. И до конца своей жизни даже наши дети, внуки будут потом расплачиваться за эти квартиры. А зачем это надо, когда у нас вполне достойные квартиры? Жильцы еще 13 домов в Казани вышли из программы переселения. Они предоставили техническое заключение, что в их доме возможен капремонт. Мергасовский же дом на улице Дзержинского, объект культурного наследия, подлежит реставрации. Но жильцов все равно расселяют через суд. 53 семьи согласились переехать в квартиры на Гафури и в Салават-Купере. Остальные 27 отказываются уезжать из центра. Для них это стресс. Но мы, принимая решение, во-первых, мы выполняли решение, которое и ставилась задача президентам страны, Владимиром Владимировичем Путином. Соответствующие ресурсы были под это, выделены и федеральные, и республиканские. И в аварийном жилье небезопасна жизнь. Тем, кто согласился и продал аварийный квадратный метр за 11 тысяч, а остальную часть взял в социопотеку, возможно, компенсируют разницу. Конкретных сроков пока не называют. Предполагается выделение средств из республиканского бюджета, насколько я говорю. Город выделить эти средства не имеет возможности, поскольку там права граждан, права собственности уже прекращены. За время программы улучшили свои жилищные условия более 2000 семей. Это жильцы 151 дома, которые включили в программу до 2012 года. На их расселение с бюджетов разных уровней выделили более полутора миллиардов рублей. Программа переселения из аварийного жилья в Казани завершена, но в столице остаются еще 63 ветхих дома, а это 644 семьи. Их судьба еще не решена. Нужна новая программа и помощь федерального центра. Анна Городнова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Теплоснабжение и расхождение. Мы направим, по крайней мере, все замечания, которые считаем правильными и нужными. О чем поспорили на публичных слушаниях, узнал Дмитрий Иринин. О театре и интернет-блогах. Это точно то же самое, что врач. Он не лезет к здоровым. В гостях у двукратного обладателя золотого пера побывал Слава Пахмадулян. Слава Пахмадулян. Президент выразил уверенность, что товары, производимые резидентами парка, будут иметь спрос и в Татарстане. Команда, которая работает. Неплохие два предприятия. По стеклу и по плитке. Надо отдать должное. Особенно по стеклу. Там команда профессиональная. А по плитке начинают. Но надо как-то... Идея хорошая, надо ее реализовать. Кто будет поставлять тепло в новые микрорайоны Казани? Сколько будет стоить это тепло? Сегодня в столице прошли публичные слушания по новой схеме теплоснабжения города. Она будет действовать до 2033 года. Привлеченные разработчики озвучили несколько вариантов и назвали оптимальной. Какой в итоге будет схема, разбирался Дмитрий Иринин. С заключенным муниципальным контрактом работа была выполнена осенью 2017 года. Так привлеченные разработчики составили новую схему теплоснабжения Казани. В ней описали пять вариантов выработки и подачи энергии. Оптимальным специалисты сочли вариант номер четыре. На данный момент самый оптимальный вариант номер четыре. Это сохранение отпуска от ТЭЦ-3 на существующем уровне. И соответственно сохранение существующей зоны деятельности ТЭЦ-2. Насколько оптимальное это решение и нужно ли утверждать эту схему, участники слушаний высказали разные мнения. Наше предложение ее утверждать с косметическими некоторыми доработками. Компании ТГК-16 не согласны с предложенным вариантом и высказали ряд замечаний. Ключевые замечания это по поводу загрузки источников. На данный момент ТЭТЭНЕРГО настаивает на загрузке собственных источников и искусственно ограничивает нашу возможность подачи тепловой энергии на город. Разработчики заявляют, они действовали беспристрастно. Никакой власти кого-то ограничивать мы не имеем. Мы высказали свое мнение, подтвержденное нашими расчетами. Если бы расчет показал, что был бы лучше другой вариант, ТЭТЭНЕРГО бы нам говорил, да, может быть и в лице вас, что мы учили интересы ТГК-16. В городском комитете ЖКХ считают, что новой предложенной схемы принципиальных отличий от прежней нет и обещают учесть озвученные замечания. Этот вариант будет дорабатываться с учетом поступивших замечаний и уже пойдет на утверждение Минэнерго. Конечную точку в утверждении новой схемы типа снабжения Казани должны поставить в Министерстве энергетики страны. Ожидается, что решение будет принято в апреле этого года. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Театровед, документалист, журналист и дважды обладатель «Золотого пера». Александр Минкин сегодня дал мастер-класс студентам Казанского университета. Интернет-блоги, Шаляпинский фестиваль и искусство пера. О чем говорили и какими секретами поделился с будущими журналистами московский публицист. На встречу побывал и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. По поводу «Золотого пера». У меня их на самом деле два. Хотя по статусу можно только один раз в жизни вручить. Ее вручают лучшим журналистам России. Без прелюдий и скромности Александр Минкин начал беседу. Похвастать гостю есть чем. Обозреватель московского комсомольца, журнала «Огонек», автор нескольких книг, известный документалист и театровед. Как раз по этому направлению он и приехал в Казань на Шаляпинский фестиваль. Это самое шикарное, что только можно себе вообразить. И поскольку вы здесь живете, вы сами это знаете и, наверное, даже можете попасть. Без воображения и по факту Александр Минкин попросил студентов не путать пиар и журналистику. Они, в свою очередь, спросили у мэтра об интернет-блогах. Гость привел в пример рэпера Славу КПСС и сравнил его с номинантом Нобелевской премии. Да вы посмотрите, это суперский парень. Он знает философию, он знает мифологию. Я был шокирован. Умные люди прицепили, в том числе Дима Быков. Он все гнойный, гнойный. Подожди. Горький, Максим, тебя не смущает? Не смущаться и не бояться ответственности, посоветовал слушателям мастер-класса Александр Минкен. Технологии, подача информации, форматы и условия работы журналисту меняются. Но ее цель остается вечной. Заключил автор мастер-класса. Это точно то же самое, что врач. Он не лезет к здоровым. Слава Тухмадулин, Амирзалюшев, ТНВ, Казань. Самого творческого, интеллектуального и спортивного студента выбирают сегодня в Казанской пирамиде. В столице ежегодный конкурс «Студент года». На церемонии вручения сейчас работает и наш корреспондент Динара Камалова. Динара, тебе слово. Добрый день, Алексей. В зале полторы тысячи человек, и все они в ожидании итогов главного конкурса студенчества «Студент года-2017». Напомним, что «Студент года» проходит уже в 13-й раз. И нам удалось пообщаться с теми, чьи имена уже были произнесены со сцены. И с главным победителем прошлого года, написанным Сурисом Диновым, который теперь может учиться в любом университете мира. Послушаем. Я готовился предметно для данного конкурса. И таким образом презентовал все свои успехи и достижения жюри. А они уже решили, кто из номинантов являлся сильнейшим. К счастью, это был я. А я для себя определил вуз Сингапурский национальный государственный университет. И сейчас как раз таки подтягиваю английский. И Сингапур это страна, где сосредоточена вся, так скажем, мировая экономика банки. Следует отметить, что в призы в первых номинациях студенты получили из рук министра образования и науки Рафиса Бурганова. Среди почетных гостей ждут и Фаррида Мухаммедшина, председателя Годсовета Республики. Всего же в этом году приняли участие порядка 380 студентов. Алексей, на этом у меня все. Спасибо, Динара. И возвращаясь к главной теме этого дня. Капризы погоды сегодня целый день. Тема для шуток. И в соцсетях здесь и карикатуры, и видео, и фото заснеженных дорог, и трасс. Ироничные зарисовки и бородатые анекдоты. О непогоде в сети Арман Костанян. Внимание, внимание, это спецвыпуск в сети. Хотя нет, это, наверное, экстренный выпуск в сети. Хотя тоже нет. Точно, это снежный выпуск в сети. Короче, замело, все замело. Дороги, дома, весь город. Ну и, конечно же, первым, что делали жители Татарстана, выкладывали фото и видео. Кто-то выкладывал довольные фотографии с подписью «Когда тебе никуда не надо». А кто-то грустные фото с пробками, с угробами. Но этим людям еще повезло. Кто-то вообще машину откопать не смог. А кто-то вообще из дома даже не выбрался. На улице машины откапывают, одна за другой. Собаку тут уже вижу, выпустите меня. Кто машину откопать не смог, решил поехать на метро. Но не тут-то было. Там тоже легкая пробочка. И вообще, если приглядеться, то город сегодня вообще опустел. А все почему? Потому что... В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Короче говоря, одним словом, это трэш, пишут пользователи в сети. Пару дней назад все началось в Москве. Там, похоже, потом поставили большой вентилятор, который просто все вздул в нашу сторону. Но будем верить, что снегоуборочные машины все уберут. Но в сеть еще долго буду выкладывать мемчики и видео сегодняшнего веселого дня. И так, чего же ждать от погоды и какие новости спорта, об этом в продолжении выпуска. Я прощаюсь с вами до вечернего. Выйдет 21.30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга-Фиатов. И начнем с баскетбола. Уникс вышел в лидеры чемпионата Единой Лиги ВТВ. Казанцы на своей площадке принимали белорусскую команду «Цмоки-Минск». С самого начала встречи подопечные «Прифтеса» захватили преимущество, позволив соперникам набрать всего 4 очка в первом игровом отрезке. Вторая и третья четверти остались также за казанцами, что и позволило им одержать убедительную победу. Итоговый счет 87-62. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 12 очков. Эта победа позволила Униксу выйти на первое место в турнирной таблице. После поражения «Локомотива Кубань» в матче с «Автодором». К другим темам «Татара» башкирское дерби осталось за Казанию, пока в хоккейном чемпионате перерыв соседней республики определяют сильнейшего в волейболе. «Зенит» на своей площадке принимал «Урал». Соперники приехали не в оптимальном составе и не смогли дать бой лидеру чемпионата. Видимо, уфимцы решили поберечь силы перед более важным в плане борьбы за плей-офф домашним матчем с «Локомотивом». Владимир Олегов также оставил в резерве лидеров Александра Будькова, Вильфрида Леона и Максима Михайлова. Даже полурезервный состав «Зенита» не испытал никаких проблем по ходу матча, за исключением одного сета. После длительной серии матчей 10 февраля в субботу «Зенит» на своей площадке примет новую. Выиграли хорошо. Для этого состояния только победа важна. Волейбол не стоит даже обсуждать. Мы прилетели, 21 час добирались, практически не готовились к этой игре. Как готовились, так и играли. Спортсменка из Татарстана Марта Мартьянова одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию. В Алжире женской сборной России выиграла командный турнир. Кроме этого, татарстанские спортсмены завоевали 6 медалей на Кубке России по прыжкам в воду. Турнир состоялся в Челябинске. В нем приняли участие 125 спортсменов из 13 регионов страны. Никита Шлейхер завоевал третье место в прыжках с вышки. И второе в прыжках с трехметрового трамплина. В паре с другим татарстанским спортсменом Александром Белевцевым он дважды взял серебро в синхронных прыжках. Также в паре со спортсменкой из республики Юлией Тимошининой Шлейхер завоевал первое место в прыжках с вышки в миксте. А в паре с Надеждой Бажиной взял бронзу в этом же миксте. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Теплый атмосферный фронт принес в Татарстан не только потепление, но и сильные ветра и обильные осадки в виде снега и ледяного дождя. Подробнее о погоде после полезной информации. Спонсор показ изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Закажите в феврале и получите скидку 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстание, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево по-прежнему облачно и снежно. Подморозило до 6 градусов. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно, снег не прекратится и 4 градуса ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске, Синоптики обещают также 4 градуса мороза и снег. На северо-западе, Варске, Кукмари, Балтаси минус 3, будет пасмурно и снежно. На юго-западе, в Болгарии, Буинске и Држаном от 7 до 11 градусов ниже нуля, снег не прекратится. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет пасмурно, снежно и 3 градуса ниже нуля. В последующие дни температуры станут ниже, осадки не прекратятся, а вот ветер стихнет. В Казани пасмурно пройдет снег и 4-6 градусов ниже нуля. Ветер западный, умеренный, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 89%. На дорогах снежные заносы, будьте предельно внимательны. До свидания.